Слава Украине! Привет всем от Полонского! На этой неделе в Молдове последний, завершающий тур президентских выборов. Будет довольно жесткая борьба. Для нас, конечно, важно, чтобы победила Санду, потому что противоположный человек Стояногла, он, сами понимаете, он себя не позиционирует промосковским, но понятно, что он таким является, в него сейчас скидываются деньги. И вот по следам того, чтобы, то есть цель России, в принципе, организовать правительство по типу грузинского у нас в тылу, чтобы нельзя было через Молдову передать нам оружие, боеприпасы, чтобы вообще, как говорится, Украину отрезать при помощи Молдовы, от Румынии, от Европы и так далее. И для этого, конечно, Стояногл вот этот очень даже сгодится, несмотря на то, что он где-то, знаете, не позиционирует себя таким уж промосковским. Но, понятное дело, мы все все понимаем. Значит, смотрите, что произошло там в первом туре. В первом туре, как оказалось, были подкуплены около 300 тысяч избирателей. То есть это сумасшедшее количество для Крушечной Молдовы. Просто сумасшедшее количество. Путинцы передали туда больше 100 миллионов евро. Значит, смотрите, как они это делали. Там было более 138 тысяч людей, которые получили деньги через мобильный додаток телефона от промсвязь банка. Получили за голос, насколько я знаю, по 100 долларов, по 100 евро, извините меня. Но каждый из них задействовал еще от двух до четырех голосов семьи. То есть у кого какая семья, кто мог голосовать. Все эти товарищи бежали голосовать за пророссийских кандидатов. Фотографировали, как говорится, бюллетень и получали свои законные, незаконные денежки. То есть была организована масштабнейшая в истории Молдовы история. Это Илан Шор организовывал. Есть там такой беглец. Израильско-молдовский бизнесмен, который сейчас удрал от правосудия на Москву. А куда же еще? Он организовал эту масштабную систему. Понятное дело, что при содействии ФСБ. Один только у меня вопрос. Вот смотрите, если мы говорим о Молдове, которая реально не в состоянии себя защитить. Рядом находится Румыния, страна НАТО. Рядом страны НАТО. Вы что, не знали, что там идет сумасшедший подкуп? Просто повальный подкуп избирателей на первом туре? Вы не знали? Вы не могли этому как-то противодействовать? У меня просто нет слов от этой вот импотентности. Вы что, хотите еще одну Грузию? Ну просто, ну еще раз говорю, просто нет слов. Такое впечатление, что Европа находится в безвоздушном пространстве. Они ничего не хотят делать. Они хотят сидеть, кушать эту знаменитую свою сосиску, пить пиво. А все остальное свалится на голову автоматически. Нет, автоматически на голову ничего не свалится. Пока вы спите, Путин работает. И работает так, что аж гай шумит. А вы кушаете сосиску дальше. Так у вас может очень много уплыть. К сожалению. Ну, короче говоря, ситуация такова, что был подкуп более 10% населения Молдовы. Чтобы вы поняли масштаб этого всего. Масштаб этого всего действия. Сейчас полиция разбирается с товарищами, которые это все организовали. Я надеюсь, что там будут аресты. Надеюсь, что там кого-то таки посадят. А не просто ограничатся за напокоением, переходящим в глубокое за напокоение. И самое главное, чтобы вот эта система с подкупом, она не переплыла аккуратно на второй тур. Чтобы там как-то это все-таки прекратилось. Потому что, еще раз говорю, мне слабо верится, что только молдовская полиция или служба безопасности, при всем уважении, они в состоянии справиться с задачей такого уровня. Просто потому что, скажем так, ресурсы ФСБ и ресурсы молдаван, но они немножечко разные, да, мягко говоря. Будем надеяться, что, по крайней мере, румыны им помогут с тем, чтобы на втором туре выборов, вот уже в выборах президента, не произошло то, что может произойти, то, на что рассчитывает Москва. То есть, опять массовый подкуп избирателей и, как говорится, голосование за промосковского кандидата. Ну, думаем, что это сейчас уже не пройдет.